Радио Болтком Когда изображают удаленку, обязательно Вот какой-нибудь пляж, море Сидит человек, значит, этот фрилансер С лаптопом Поглаживает его Даже не тюгает, а именно поглаживает И там у него какой-нибудь коктейль обязательно Тропический, он обязательно В этих труселях, значит, плавательных Только что вылез из моря Искупался И сразу работать, вот ответственность Сразу, просто немножко поработать И думаешь, боже мой Вот как люди живут Захотел, поработал Захотел, позагорал Невольно Вот возможности удаленной работы Конечно, безграничны И они оказывают влияние не только на жизнь людей Но и на рынок недвижимости Мы видим, что Та самая вот пресловутая Пандемия заставляет людей Работающих удаленно Переосмыслить Вот свои эти жизненные ценности И, возможно, действительно Задуматься над тем, что можно Жить где-нибудь Не в Риге Работая как бы удаленно в Риге Но находиться при этом физически Совершенно в другом месте И Меняется вот рынок недвижимости Вдруг появился интерес К малым городам Латвии Где, кстати, и цены на недвижимость Существенно ниже, чем в столице Вот об этом мы хотели сегодня поговорить Да, замечена такая тенденция Действительно, мы к разговору Пригласили Карину Бернан Партнера и руководителя Компании по недвижимости Авер Брокерыч Карина с нами на связи Доброе утро Доброе-доброе утро всем В самом деле Есть такая тенденция Все правильно Но я больше буду говорить Про рижские регионы То, что рядом с Ригой Потому что там количество сделок В регионе увеличилось на 35% Но, как мы видим Цена уменьшилась на 5% Это связано с тем Что в основном происходили сделки Как с землей, так и с домами На так называемых Задоводческих кооперативных территориях Где, ну, допустим Это Царниково, Олайне, Кеково, Саукрасы Где цена, соответственно, ниже И когда мы смотрим Какие-то ценовые индексы Мы видим падение в ценах На землю, на дома в целом Что, ну, как бы не соответствует реальности В 2019 году до ковида Конечно, такой тенденции не было вообще И сейчас по сделкам в нашей компании Я вижу, что те дома Маленькие дома загородные Которые мы продаем Мы в 2019 году никогда в жизни бы не продали И особенно по такой цене Получается, что люди Хотят жить не в Риге И причина этому Возможность удаленной работы То есть это предоставляет Больше свободы Больше площади Я бы разделил все-таки Удаленная работа как таковая Или возможность выйти на свой Приусадебный участок В условиях карантина Когда выйти никуда больше нельзя Да, это скорее всего Это скорее всего связано с выйти на свой участок И я не согласна с тем, что люди покидают Ригу Это неправда Потому что если мы посмотрим корзину В резиденчал сегменте Это серийное жилье Это новостройки Дома и земли То здесь мы видим, что корзина с приростом Если, допустим, уменьшилось количество сделок В серийном жилье То этот прирост компенсировался очень сильно новостройками Где в городе плюс 19% И в микрорайонах плюс 16% То есть и цена выросла Поэтому я не вижу тенденции того, что люди переезжают куда-то Они просто покупают себе небольшой участок Или дом С землей 2-3 гектара Стоимостью до 50 тысяч Для того, чтобы у них была возможность Побыть на природе В случае очередной какой-то волны То же самое мы столкнулись в Юрмале С отложенным спросом Когда нерезидентский рынок стал неактивным Но местный рынок активизировался настолько Что мы даже не подразумевали Что мы так быстро эти квартиры реализуем Но цена покупки, конечно, была совершенно другой Нельзя сравнивать с нерезидентами В принципе, покупалось все, что кредитуется И до 250 тысяч Из этого можно сделать вывод Что такое косвенное доказательство того Что не так плохо у латвийцев с деньгами На самом деле Раз раскупили всю Юрмалу До четверти миллиона евро Все верно У латвийцев с деньгами не все так плохо Потому что, как декларируют и банки На накопительных счетах Достаточно большие суммы у людей Плюс, понимаете, в чем дело Получается так, что мы не можем смотреть на COVID Так однобоко Есть, допустим, если мы говорим О гостиничном бизнесе, общепитах То, как правило, эти люди Особо не участвовали в сделках изначально Да, их было достаточно мало Отрасли, продовольствие, экспорт Это все в... Вот эти COVID-19 условия Очень прибыльно работало Поэтому это не так отразилось На сделках с недвижимостью Плюс люди меньше путешествовали Из-за этого вот этот отложенный спрос Когда с марта по сентябрь Мы видели затишье Но потом к декабрю Начались активные продажи И в декабре было скуплено все настолько Что теперь на рынке И в принципе предложение Очень-очень ниже, чем спрос Если мы смотрим статистические данные Вот за июнь То по Риге В микрорайонах, допустим, предложение в среднем Уменьшилось на 18% А в некоторых микрорайонах Вплоть до 30% Если я правильно понимаю Если предложение уменьшается Но спрос велик Соответственно, растут цены Да, все совершенно верно У нас опять надувается пузырь недвижимости Ну нет До пузыря недвижимости нам еще далеко Смотри, допустим Средняя цена серийки в микрорайоне Сейчас 854 евро Если мы говорим о докризисных Это на 47% меньше То есть до пузыря нам еще в два раза расти Хорошо А какие еще тенденции намечены? Какие еще были замечены? Какие тенденции еще были замечены? Ну то есть скупили приусадебные участки Там 2-3 гектара Чтобы было куда выйти При этом Ригу не покидают Скупили всю Юрмалу до четверти миллионов Причем скупили местные жители Да, не достали из кубышки Не принесли в чемодане кэшем А кредитованные Ну все равно Это достаточно значительная сумма Что еще? А, вот какой вопрос интересует, Карина Столбики Пресловутые столбики Которыми уставили весь центр города И вот этот вот вектор Рижской думы На то, чтобы в принципе Закрыть центр для движения транспорта Это как-то отразится на стоимости недвижимости В центре, опять же, города Ну и, соответственно, по микрорайонам Я думаю, что нет Это нормальная тенденция, в принципе Для европейских стран Учитывая то, что сейчас В принципе Мы ждем какой-то бум Доходных домов И мы видим также От корпоративных больших компаний Какие-то запросы Те, кто переехал в дальние офисы Куда-то Они хотят вернуться обратно В центр Риги Потому что Потому что работники хотят Ездить на работу На велосипедах, скутерах Ходить пешком и так далее Они не хотят ездить на машине Уже куда-то далеко Это откуда такая информация? Ну, это была одна конференция И там вот эта тема поднималась Что, в принципе, многие хотят вернуться в центр Нет-нет, я именно про выбор Способы передвижения Вот прям работники в офис Да на скутере А как они по дороге детей в школу завезут? На чем? Ну, летом это хорошо, весело и прикольно А что они будут делать зимой? Ну, если говорить обо мне Допустим, у меня няня Которая делает вот это Я думаю, что В большинстве семей Допустим, мама может не работать Какое-то время Если честно, я никогда глубоко Не задумывалась над этим вопросом Поэтому мой ответ будет Ну, в этом плане совершенно дилетантским Хорошо, тогда Олег, у тебя Да, у меня был вопрос Он связан Все-таки вот Больше всего приобретают Участки для потом Для следующей застройки Или уже готовые дома? Ну, если посмотреть По статистике прироста То это Участки Там прирост больше Там как в Риге 23% Так и в регионе Плюс 35% Если посмотреть на дома То там незначительный прирост Был 8% В Риге Не помню, сколько в регионе Ну, учитывая, что не сразу Совершаются сделки С кредитованием Насколько Вот Сейчас Это сделки без кредитования Потому что В основном люди ищут До 50 тысяч Вот такой дачный участок Можно сказать Или какой-то сельский дом Это Ну, совершенно Подъемные деньги И банки не кредитуют В принципе Такие вещи Что касается Дефицита недвижимости Ну, раз все скупили Надо что-то новое построить Что нас ждет В ближайшее время Бум строительства В каких районах Какой площади Какого количества комнат Ну, смотри Получается так Что в новостройках Да, действительно Спрос выше предложения Если Верить Эстетическим данным Но одновременно Мы видим Что достаточно Много доступного Жилья Еще Плюс Теперь вот эта Непонятная ситуация Со строительными Материалами Когда цены На Древесину Металл И так далее Выросли Там Вплоть до 50% И Ну, на уровне Слухов Слухов Застройщики Некоторые Даже отказываются От дальнейшего Строительства Потому что Потому что Это Ну, как бы Будет невыгодно Если заключать Резервации Допустим Сейчас По нынешним Ну, по нынешним Ценам То Ну Непонятна Перспектива Того За сколько Надо будет Продавать Да А если Ты заключил Договор Ты В принципе Его не можешь Расторгнуть Тебе придется Продавать По той сумме Сделки За которую Ты заключил Но Когда ты Сдашь В эксплуатацию Этот дом Ну Непонятно Непонятно Сколько У тебя Какие будут У тебя Издержки Все-таки Ну Должны Коррелировать Издержки На строительство Цена Продажи И покупательная Способность Платежеспособность Да А получается Так Что сейчас Издержки На строительство Растут Быстрее Чем покупательная Способность Ну То есть Да Значительное Удорожение Проекта И непонятно За сколько Ты потом Это продашь Если вообще Продашь Да Будет ли Будет ли Платежеспособно Население Купить За время Пути Собака Могла Подрасти Да Разговаривая С настройщиками В их глазах Большой Оптимизм И Многие Хотят Строить Делать Делать В ближайшее Время Вот именно На Отдельное Жилье И Вот Учитывая Что мы Все надеемся Что пандемия Рано или поздно Закончится Ну Знаете Вот этот Хайп В принципе С Вот этими Маленькими Домами На Садоводческих Территориях Он уже В принципе Заканчивается Он тише Намного Чем Это было Раньше Возможно Это продиктовано Тем Что На рынке Больше нет Адекватных Предложений Все В принципе Скуплено И Ну Все таки Две трети Лета Уже Прошло Ну То есть Уже потише Плюс Наверное Вот эта вакцинация Все вместе Люди Стали Более спокойно К этому Относиться Ну то есть Получается Кто хотел Что-то купить Купил Кто на этом Мог заработать Заработали Сейчас приходит Осень Будет какая-то Новая история Спасибо Карина Карина Бернан Партнер И руководитель Компании По недвижимости Аверброкеридж Была с нами Разбирали Тенденции Со сделками По недвижимости Большое спасибо Удачи Хорошего дня У нас Небольшая пауза После которой Мы вернемся С новым гостем Майритой Лус Руководителем Рабочей группы По уменьшению Отходов И уборки Мусора В латвийской столице Членом движения Так называемого Zero Waste Будем говорить О планируемых Изменениях В порядке Вывоза Мусора Из столицы Радиоболткома